Небожественный брак Соломона. Продолжаем тему божественных браков, но сегодня поговорим об обратной стороне медали. Что происходит в тот момент, когда люди создают семью без Божьей воли? В частности, поговорим о примере царя Соломона. Соломон стал царем в Израиле после своего отца Давида и, вероятно, был самым богатым, самым влиятельным, самым известным и самым мудрым царем за всю историю Израиля. Для Соломона все начинается с того момента, когда Давид передает ему бразды правления. Мы изучаем Третью книгу царств. В данном контексте 2 глава 1 стих. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужественен и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. То есть фактически Давид просит своего сына Соломона только об одном – соблюдать заветы Бога. Ну а дальше уже сам Бог является Соломону во сне и благословляет его. Это Третья книга царств. Третья глава, пятый стих. Явился Господь Соломону во сне ночью. И сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, дарой же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, и различать что добро и что зло. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, я продолжу и дни твои. Получается, что Бог благословляет Соломона, и Богу очень приятно, что Соломон не просит каких-то материальных вещей, а просит мудрости и просит разума, и поэтому все остальные материальные вещи, они также прилагаются, что такого подобного, как он, никогда раньше не было, и скорее всего, никогда раньше не будет. Вот настолько огромное благословение получает Соломон. Более того, считается, что Версавия, это мать Соломона, тоже учила его праведности через притчу о праведных женах. Это книга-притч, 31-я притча. Согласно иудейской традиции, именно Версавия рассказывает притчу о качествах доброй жены своему сыну Соломону, предостерегая его от блуда. Наставление, которое преподала ему мать его. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих. Не путей твоих губительницам царей. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена, в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чересла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Глань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста своей открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. То есть Версавия, давая наставление своему сыну Соломону, говорит о том, что миловидность обманчива, красота суетна, и не надо попадаться в сети к женщинам, которые являются губительницами царей. И вместо этого описывает конкретные качества добродетельной жены. Ну, например, какие здесь описаны в этой притче. Хорошая жена – это жена, которой может доверять муж, или в которой муж уверен. А также это трудолюбивая жена, умелая, жертвенная, здоровая, сильная, милостивая, предприимчивая, красивая, с надеждой и позитивом, смотрящая в будущее, мудрая, но при этом неболтливая. И, наконец, жена, которая почитает Бога. И вот получается, что Соломон получил наставление от отца, получил наставление от матери, получил благословение от Бога и действительно стал самым мудрым, знаменитым, богатым и влиятельным царем. Построил храм Иерусалимский или храм Божий и примирил множество народов. Он получил многое, возможно, даже больше, чем кто-либо до него. И вот то, что он получил от Бога и от своих родителей, это также возлагало на него и определенную ответственность, как за народ, так и за династию царя Давида. Продолжаем третью книгу царств, четвертая глава. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысячей пять. То есть влияние царя Соломона было настолько огромно, что он мог объединить весь мир, тогдашний мир. Он мог примириться со всеми народами. Все цари, все народы признавали его мудрость и готовы были приходить и учиться у него. Даже до нашего времени дошли определенные книги в Ветхом Завете. Это книга притчей Соломоновых, книга экклезиаста или проповедника, песня песней Соломона, книга премудрости Соломона, а также некоторые из псалмов. Ну и вот эти книги, они до сих пор дают наставления и воодушевляют множество людей по всему миру, даже спустя три тысячи лет после того, как умер царь Соломон. Соломон строит Иерусалимский храм, главную святыню Израиля, и Бог освящает этот храм и является Соломоном во второй раз. Соломон получает еще и второе такое откровение от Бога. Это третья книга царств, 9 глава, второй стих. «И в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилево. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня, и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчью и посмешищем у всех народов». То есть Бог второй раз благословляет Соломона, но также и предупреждает его. И немножко забегая вперед, из истории мы знаем, что Иерусалим был разрушен, и храм тоже был разрушен. Потом он долго восстанавливался, был разрушен повторно, и Иерусалимский храм не восстановлен до сих пор, до наших дней. Хотя это и является мечтой очень многих верующих иудеев. И даже вот из одного этого исторического факта мы можем уже сделать однозначный вывод о том, что у Соломона пошло все вразрез с Божьей волей в какой-то момент его жизни. И вот теперь мы подходим к самому небожественному браку Соломона. Третья книга царств, одиннадцатая глава. «И полюбил царь Соломон многих чужо-же странных женщин, кроме дочери фараоновой. Мавитянок, аманитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц. И развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И стал Соломон служить Астарте, божеству седонскому, и Мелхому, мерзости аманитской. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости маавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Малоху, мерзости аманитской. Так сделал он для всех чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. Соломон, вероятно, поставил антирекорд, когда пытался любить одновременно тысячу женщин. Конечно, ни о какой возвышенной любви тут речи нет. Соломона фактически обуяла обыкновенная похоть. Простая логика подсказывает, что вступая он в сексуальные отношения каждую ночь, хотя бы с одной из своих жен, то потребовалось бы три года непрерывных сексуальных взаимоотношений только для того, чтобы побыть с каждой женой хотя бы один день. Это означает, что ни о каких глубоких и искренних взаимоотношениях речи вообще нет. Есть только постоянное мелькание голых тел, вожделение, страсть, похоть и постоянное стремление к новизне в сексуальном плане. Неудивительно, что жены Соломона чувствовали себя одиноко и постоянно соперничали друг с другом за внимание царя. Более того, каждой царице нужно подобающее ее статусу отношения, значит там служанки, одежды, дома и все такое прочее. И получается, что все государство Израиль, оно работало только на Соломона и на его многочисленных жен. И это безусловно возмущало народ. Вся страна работает только ради семьи одного человека, пускай он даже и самый мудрый. Дальше больше. Жены Соломона не только крайне развратили его, да, и в итоге Соломон забывает вообще о Боге. Начинает строить многочисленные языческие капища всевозможным идолам. И в итоге Соломон развращает и весь народ, потому что весь народ, глядя на него и то, как он делает, следует его примеру. И в конечном итоге именно Соломон добивается того, что все, что было достигнуто усилиями его предков, оказалось потеряно. Читаем дальше. Это 3 книга царств, 11 глава, 11 стих. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Бог является Соломону в третий раз, но на этот раз уже не с благословениями, а с проклятиями. И на этот раз уже говорит о том, что произойдет. Что все, что было достигнуто, все достижения, все будет разрушено, все будет уничтожено. И получается, что Соломон, который мог объединить весь мир и мог изменить его к лучшему, пошел по пути небожественного брака, пошел по пути похоти и разврата. Заставил весь народ работать ради себя и своих многочисленных жен. Развратил весь свой народ и стал в конечном итоге причиной разделения Израиля на Северное и Южное царство. Своим примером вдохновил множество других царей, последовавших за ним. Идти по пути язычества, что привело к уничтожению Северного царства Ассирии и полному порабощению Южного царства Вавилона. И вот после плена в Вавилоне на родные земли вернулось всего 50 тысяч израильтян. Из-за ошибок Соломона великий, когда-то великий двухмиллионный народ, совершивший исход из Египта вместе с Моисеем, сократился в 40 раз и стал посмешищем среди всех народов на века. Небожественный брак Соломона стал полной катастрофой, как лично для него и его сыновей и дочерей, так и для всего Израиля и так и для всего мира. Потому что прекрасные возможности по построению идеального мира были упущены в тот момент царем Соломоном. Вот такая у нас получилась история. Если у вас что есть сказать по этой теме, есть какие-то комментарии, то, конечно, обязательно их оставляйте, свое впечатление записывайте. Всегда буду рад обратной связи. Ну а сейчас я просто желаю всем хорошего дня. Большое спасибо. Большое спасибо.